Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. Первым модом сегодня будет Двемерский экзоскелет, в оригинале который называется Space Viking Dvamer Exoskeleton. Для того, чтобы начать квесты, связанные с этим замечательным сооружением двемерской культуры, вот так оно выглядит, оно, как вы поняли, будет одеваться на человека, нужно ознакомиться с этой книжицей. Тут же мы получаем квест и начинаем его выполнять. Тут я случайно, вот, неожиданно двигался по черному пределу и встретил, не поверите, Саурона. Да я сам охерел, в общем-то. Саурон так Саурон че. Ну вот, посох Саурона, нехорошая херня. Я не помню, с каким это модом у меня было добавлено, но это забавно. Что ж, мы продолжаем искать этот ключ, который находится где-то в черном пределе. Довольно-таки интересное место. В ванильном Скориме оно было самым уникальным и самым необычным. Потому что, блин, кто бы мог подумать, да, что под всеми этими землями есть нечто такое. Продолжаем искать, продолжаем двигаться. Собственно, наша цель, это полевая лаборатория Сынбериона. То есть, это находится где-то в самом начале самого же черного предела, если идти от собора Альфтенд. Я пошел через башню Мзарк, потому что это ближайший ко мне был пункт. В лаборатории мы находим некий энергетический кристалл, который мы должны использовать. Вот так вот выглядит энергетический этот кристалл. Он выглядит, в принципе, как глаз Фаумера. Тут решили не заморачиваться. Вот, использовать ее в инвентаре нельзя, поэтому дальше нас квест ведет в локацию мода. Безмолвные руины. По нажатию кнопочки нас переносит. А хрен его знает, куда она нас переносит. В некие, то ли, двемерские руины. Но это похоже на двемерский куб, например. По заверениям разработчиков, эта локация будет непроста. Оу, полетели. Забавно, че. Ох, твою мать. Мать твою. Мать твою. Офигеть. Вот мы, собственно, и прибыли. Давайте как-то быстрее отсюда выбираться. Это же можно и утопнуть. Охуенно. И сюда. Тут и, собственно, и начинается уже само подземелье. Оно, говорит, будет непростое, поэтому давайте-ка разбираться. В принципе, для моего уровня и для моего эквипа пара двемерских пауков это, блин, ерунда. Так же самое, как и замок уровня новичка. Ладно, ловушек тут хватает. Бляха, моха. Вы че, серьезно, что ли? Окей. Ладно, переборщил я свои, так сказать, силы. Надо отхиляться. Не думаю, что меня это как-то спасет вообще. Мать вашу. Вы че, конченые, что ли? Автор, ты болен. Ты реально болен. Господи, блядь, Иисусе. Ты живой? Ага. Мы че-то подняли. Это здорово. Монтирование оружия. Так, монтировать топор, монтировать клинок, монтировать молот. Арбалет, огнемет, господи Иисусе. Монтаж вепум. То есть, как видите, книжка написана двумя языками. Это довольно таки интересно. Это что? Это нож. Это табличка с артава. Спасибо. Эликсир здоровья. Пригодится. Вот я так понял, лучше собирать всякие разные детали. Такс. Это у нас под мастера даже. Нифига себе. Ух ты. Неплохой замочек. Здесь мы че найдем. Заклинание пар. Дикие эльфы. Кстати, новое заклинание, которое применяет на вас в ванильном сквериме паровой центурион, довольно сильное, кстати. Такс. Скотина. Шестерня масла. Подойдешь. Будешь полезен, по крайней мере, паук-страж. Ну что же, что же. Кнопочку, пожалуйста. Сферы. Ах. Какого хрена я загорелся? Зажигательные стрелы. Понятно. Ого-го. А че ты такой здоровый-то? Дурачок, что ли? Господи, блядь Иисусе. Ладно, давай с тебя масло сберем. Сердечник. Еще один энергетический кристалл. Силен-силен. Активировать телепорт. Сейчас давайте посмотрим, что еще можно с вас собрать. Две мирские болты. Я прям не знаю. Хм. Ладно, давайте пособираем. Может пригодится все-таки. Вот и все, собственно. Квест закончился. Чем будем делать дальше, я пока не понимаю. Воин. Делан написал. Ничего особенного я в этом не вижу. Ну вот, собственно, сундучок. Этот мод, блядь, это ебаный стыд просто. Вот пролетал я мимо, заметил тут огонек горит. Вот, смотрите, вот они пожарили Гэндальфа. Ну что за люди, а? Гэндальф, бедняжка. После же прохождения этого подземелья, мы можем спокойно идти в любую кузницу этого замечательного континента. Заходить в раздел Две мирская. И можем крафтить вот такую вот штуку. Как видите, она имеет кучу бонусов. Плюс, к тому же, для его создания нужно 8 двемерских шестеренок. Что? А, это сердечник вот этого ультрацентуриона. Большая двемерская металлическая пластина. Потом оковы. Шестерни. Очень мелко написано все там. Ну ладно, тем не менее, я все это насобирал там. Поэтому проблемы никакой нет. Так, это что такое? Какой-то регулятор. Я не знаю нах... Ну, в смысле, зачем он нужен. Пока мы его крафтить не будем. Также у нас тут есть оружие. Которое можно прицепить, собственно. Можно прицепить, вот, допустим, арбалет. И клинок. То есть, как видите, вправую и в левую руку. Я не знаю даже. Электрический. Ну, поскольку я физ.дд, все-таки. Клинок будем монтировать вправую. Для этого нужен двемерский меч. Заткнись, малявка. Не писи меня. А в левую, наверное, возьмем арбалет. Двемерский лук. Двемерская металлическая... Двемерский металлический слиток. Ну. Шлитков у меня нет. Ну, ничего. Сейчас что-то придумаю. Магическим образом я заспаунил эти слитки. Так. Двемерская. Дублируем. Что-то у меня хотел арбалет в левую руку, да? Нужен мне двемерский лук. Что ж. Давайте смотреть, как это все выглядит. Слушай, я нашел более-менее тихое место для того, чтобы продемонстрировать вам это все счастье. Видите? Его можно одевать. Поверх, собственно, брони. Это такая, блин, здравая вообще машинка. Довольно большая. Она, как видите, нехерово ускоряет вас. Делает ваши прыжки значительно выше. Ну, то есть, такая интересная машинка. К тому же, вы стоково двигаетесь намного быстрее. Интересная довольно-таки штука. Сейчас мы на нее еще оружие монтируем. Приходим. И в левую арбалет, например. Вот это все счастье вот так вот и выглядит. Довольно неплохой мод. Забавный очень даже. Там есть разные вариации цветов и материалов. То есть, оно может быть серебряное, оно может быть эбонитовое, оно может быть стальное. Но поскольку это двемерский механизм, я решил его оставить таковым. Я, может быть, даже возьму себе эбонитовый. Там все будет, в принципе, в архиве. Там вы можете себе выбрать и цвет. Небольшой квест. Не сложный. По сравнению с тем же, не знаю, андед. По сравнению с тем же андедом, вот, что-то меня отвлекают сегодня. К тому же, это все довольно неплохо. Стрелы пуляются довольно-таки неплохо. Правда, применением как будто какого-то заклинания. Но они довольно точны. Сейчас бы хотелось бы, конечно, еще проверить, можно ли проточить это все счастье. Ох, как он несется, ё-моё. Как я уже упоминал, походу, показав именно самого мода. Вот, как вы видите, можно проточить монтированный клинок. Лук, к сожалению, проточить нельзя. Ну да ладно. Клинка вполне достаточно. 343. Он не проточенный. Давайте-ка сравним его с Валинахерн. С дейдерическим? Или с драконием? Меч с драконией кости. Видите, он вообще не проточен и херню дамажен. А этот, если проточить еще плюс с одеждой специальной кузнеца, то это будет вообще убер-оружие. Пускай немножко оно будет дисбалансить, но, я думаю, такая херня дисбалансить игру и должна. Что ж, смотрим следующий мод. Следующий мод, который я хотел бы вам показать, это анимированные драконьи крылья. Что-то прикольнуло, знаете ли. У вас появляются вот такие вот крылышки, которые позволяют вам, ну, довольно высоко прыгать. Плюс к тому, они полностью анимированы и довольно-таки неплохо вливаются к вашему персонажу. Не знаю, прикольнуло просто. Для того, чтобы получить такие вот крылышки в пользование, вам нужно подойти к любому из котелков и разделе разное закрафтить при помощи драконьей чешуи и драконьей кости, кости. Именно эти крылышки. Что-то я заговорюсь. Беда, беда, беда. Для того, чтобы избавиться, вам нужно приготовить вот такой вот мутаген. Но, при этом, если у вас уже, то есть вы выпили его, у вас появились за спиной вот такие вот замечательные крылья, я выбрал костяные, вы можете просто использовать заклинание, которое у вас инстантово появится, мутаген, для уже тех крыльев, которые вы выбрали. Вы его просто применяете, и они исчезают. То есть, исчезают все эффекты, и вы довольно-таки можете прикольно с ними лавировать. Если вам надо откуда-то быстро спуститься, например, спрыгнуть там с пика, например, или с какой-то горы, или куда-то выпрыгнуть, в Креме часто такое бывает, что прям ерунды не хватает, чтобы выпрыгнуть. И к тому же они полностью анимированы и красиво выглядят. Ну и последний мод, который я вам на сегодня продемонстрирую, это мод Дом. Он называется Сивз Хайдаут. Ключ в него находится вот в этом сундучке. Как вы поняли, он расположен в убежище воров. Вот, недалеко от тренировочной, собственно, комнаты. Это довольно-таки уютная комнатка, в которой все очень и очень неплохо сделано. То есть, как вы видите, тут довольно красиво сделана пентаграмма душ. Тут куча различных подписанных контейнеров. Также есть лаборатория Зачарователя. Ну и, как вы видите, контейнеры отдельно под зелью, отдельно под ингредиенты. Все подписано, можно не теряться. Интересные довольно-таки сундучки. Один манекен. Место для готовки еды. Довольно все красиво украшено. Место для хранения пищи. Такой вот декоративный умывальничек. Также имеется и быстрый выход на поверхность. После того, как вы его используете в первый раз, у вас появится маркер на карте. Он выводит вас за городские стены. Это у нас святилище. Ноктюрнал. Тоже неплохая такая декоративная основа под этим всем. И портрет одного великого вора. Это у нас место для отдыха. Кровать, шкаф. И тоже классно сделанный рабочий столик. Куча памятных вещиц по всему Скайриму. И куча памятных вещей в качестве воровской карьеры. Ну, что за вор без потайного отделения в своей квартире-то. Вот такая вот сокровищница. По большей части это все мишура. То есть, да, тут есть витрины, в которые можно складывать свои пожитки, сокровища. Две огромных витрины активные. Довольно-таки стильно и довольно-таки компактно это все сделано. Поэтому домик довольно-таки неплохой для воров. Я думаю, подходит чуть бы не идеально. Тем более, что он и сделан для воров. И размещен очень и очень близко. К самому рифту. Вот такой вот домик. Автор подошел, кстати, с фантазией. Все довольно красиво. Все довольно лаконично. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшний выпуск обзоров модов. Сегодня мы посмотрели двемерский экзоскелет. Сегодня мы посмотрели анимированные драконьи крылья. И убежище вора. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok